Али, приветствую тебя. Ну, во-первых, по поводу твоего боя в рамках финала гран-при бойцовского клуба РНТВ Суберсерии. Очень многие не дают тебе шансов в поединке против Роффаля, потому что, ну, как бы, он достаточно давно занимается под руководством Александра Павловича Шлеменко. И многие говорят, что, как бы, уровень вашего, там, профессионализма, скажем, он разнится. Кто ты может ответить на это? Ну, это меня только заряжает, мотивирует. Мотивирует. Ты помнишь, на Бобрышева тоже коэффициент на меня был, в бою с Бобрышевым, 7. Считаю, что я почти его нокаутировал, там просто с рефери вытянул его за уши. В боксерском бою с Калмыковым тоже сказал, он меня убьет в первом раунде. Пусть говорят, это меня заряжает. Я думаю, ты еще, например, Ивана Емельяненко приведешь. Например, Ивана Емельяненко, да, я сам его уронил. Не знаю, потом расслабился чуть, поймал вот этот звериный инстинкт и покинулся на него, сам упал, этот, нокдаун. Ну, много боев в Кириле, да. Слушай, а вот касаемо правил, у вас 5 раундов, я правильно понимаю? Нет, 4 по 3. Боксом о перчатках? Не-не, это бокс, классический бокс, профи-бокс. Слушай, Али, ты очень яркое такое заявление сделал, касаемо вот позавчерашнего турнира. Потому что я спрашивал бойцов, которые выходили с хайпа, там Раха, например, был, Аллафсет. Они, во-первых, были без настроения, хоть и виду не подавали, но при этом не могли конкретно точно сказать. А ты, как уже сказал, я в социальных сетях видел, что ты знал, что это не будет. Объясни, расскажи, пожалуйста, почему ты знал и именно так думал, произойдет все? Я знал, что турнир переносится с первого. На первого? Да. Я знал, что какие-то проблемы будут, может отмениться. Поэтому, ну, я снялся. А ты знал это, тебе Альфредо сказал или там от кого-то услышал? Нет, нет, у меня люди сказали. Слушай, а вот как ты думаешь, лига, она вот в таком случае, она должна выплатить всем спортсменам, которые сделали весь, вошли в лимит, весь гонорар? Нет. Только вот, может, 100-200 тысяч рублей максимум может быть. У кого миллионы гонорара, только вот за подготовку это. Почему лига больше всего пострадала? Почему Альфредо должен остаться крайним? Такой вопрос. Почему, если лига не решила вопрос административный какой-то, не договорилась с властями, еще с кем-то, должен страдать спортсмен? Ну, знаешь, ты сам понимаешь, крутить один YouTube-канал, это очень сложно. А перестав на них какая-то нагрузка, именно на Альфредо, он же первое лицо, и крутить целую лигу, и реально ты видел, как арена была организована и готова. Прямо на высочайшем уровне. Но, видно, упустили момент. Это нелегко. Люди могут сидеть там на диване, там писать, но это очень сложно. Вообще, эта работа, то, чем мы занимаемся, это очень сложно, это нелегко. А ты понимал, вообще, предполагал, что такое резонансное это будет все, вся эта отмена, столько людей на улице были, люди в масках, в шлемах зашли, там, как будто какая-то спецоперация. Нет, почему спецоперация, просто перешли, дали понять, если вы не соблюдаете какие-то там пункты, вот не дадим провести турнир. Ну, это, чтобы другие тоже видели. Ты сказал, чтобы другие видели. Никархо заявил о том, что Марк Кремлев там заказал, так далее, так далее. Насколько вообще такой вариант возможен, что какие-то внешние силы, скажем так, специально помогли, что ли, спецслужбам обратить внимание именно на Live Arena в тот день? Слушай, не хочу об этом говорить. Тогда, так, как ты думаешь, все-таки этот кард, этот турнир, он сохранится, может быть, в другом городе, в другом месте, там, в другом формате? Я думаю, Альфредо у него достаточно, он достаточно умный человек, он это сохранит, там, Николай Килименко сказал, оффер сделал интересным бойцам. Наверное, Сулянов, он вечно такой человек, что он точно захочет забрать себе этот кард. Кард реально интересный, очень интересный. Я сам прям жестко ждал, чтобы эти бои были. Но я думаю, они сохраняют эту кард. Я думаю, они в декабре проведут это. Может, в другом городе, может, в закрытом турнире в Москве. Слушай, а вот какие... Мы уже увидели, у них успех есть. Можно считать, что они смогли организовать стадион и турнир. И собрали всю арену. И там некоторые говорят, на арене никого не было. Очень много людей на улице стояли. Нет, на арене было, и еще много людей на улице стояли. Да, да. Слушай, а вот какие конкретно бои тебе интересны были, вот, из всего карда, безусловно, интересны, вот, больше, там, например, интересов тебя лично вызывали? А вот, Абдал, сегодня я как раз в метро ехал, смотрю, он что-то высказался, выглядит, на реалити были очень такие шелковые, как кошечки, не высказывались в адрес Романа. А сейчас уехали в Россию, точнее, из Таиланда выехали и начали его оскорблять. Но, я честно скажу, я в ваших обращениях не видел его адрес, ну, свежих. Ты понимаешь, о чем идет речь? Слушай, этого человека мы поймали с братом на улице, сказали, давай поехали драться. Он сказал, мой папа не разрешает. После его боя, после моего боя, мы в один день дрались, говорю, вот была днем драка, там синхронология немножко, да, испорчена, да, как в выпуске выходят. Мы в один день дрались, да, в клетке. После того, как он закончил свой бой, я закончил, мой брат говорит, давай поехали в Тайгер, вот с Али там подеремся, ну, чтоб ты дрался. Я сам стою, не меньше, он отказался. И он человек самый интересный, он понимал, у меня паховая связка растянута, мне тяжело было даже ходить. Особенно в бою с Аллахсетом, в третьем раунде, я жестко дальше растянул ее. И он после этого понимал, что я, меня тяжело, он видит, что я хромаю, я вечно руку держу там, там вниз живота. Ну, он постоянно кидался на меня. Обращение он начал записывать, переходить на личность после того, как я снялся. Не знаю, человек, ну, новичок, я же сказал, новичок только зашел, максимально пытается войти в роль. А ты будешь настаивать, например, чтобы вам организовали поединок в рамках условного хайпа, бойцовского клуба или еще что-то, чтобы, ну, так или иначе, чтобы эту историю добить? Нет, я хочу с ним бой, да, я хочу с ним бой, я на этот бой не выхожу ради денег, я хочу выйти и залечить паховую связку. Я сейчас занимаюсь реабилитацией уже второй месяц, тяжело проходит эта травма, я ногами уже могу бить, но бороться не могу. На борьбе надо очень резко быть на ногах, там хорошо, там если ногу забирает, отзавещаться, я пока это не могу. Как я выздоровлю, я выйду на бой с ним и накажу реально его. Слушай, ну, то есть в поединке против Артема Роффаля это не будет для тебя проблемой? Нет, это же бокс. У меня сейчас проблема бороться. Ногами тоже могу, да, футболка нормально. Ногами 80% могу бить, но бороться не могу пока. Слушай, Али, а ты вот после отмены турнира не связывался, может, или может тебе писал там Ваха, там Хамзат, кто-то, какая-то их реакция на это, на все? Потому что я думаю, что Ваха сам, наверное, ждал, потому что очень много ребят, которые непосредственно с ним были в Таиланде, он как бы сдружился, может, с некоторыми, он, наверное, ждал их боев. Как он отреагировал, если есть какая-то от него реакция? Честно, Ваха нет, у меня нет пока с ним связи, ничего нет, да. Я думаю, Ваху он там другими делами занят. Слушай, и последний вопрос. Сулианов и Альфредо после стольких перепалок в адрес друг друга все-таки встретились и так какой-то такой неформальной обстановки посидели. Что же между ними произошло, если ты знаешь? Почему? Потому что, казалось бы, у них такая вражда, которая никогда не перейдет даже в какие-то приятельские отношения. Сейчас они сидят, подкалывают друг друга, там, Альфредо говорит, мое реалити лучше, чем твое и так далее. Смотри, Сулианов люди не понимают, поэтому для них удивительно. Для меня ничего удивительного нет. Сулианов такой человек, у него нет врагов, нет друзей. У него только есть один друг, это его карман. Он думает только о своих интересах. Когда он видит автоматически, когда ты успешен, он становится тебе другом. Когда ты в минусах, у тебя плохие времена, он тебя ненавидит. Надо понимать этого человека, его психологию. У Альфредо сейчас он просто уничтожил Сулианова по рейтингам. Сулианов сам идет с ним на контакт. Это не Альфредо с ним идет на контакт. Альфредо сам мне в Таиланде сказал, показал переписку, говорю, вот смотри, он мне пишет, удачи это. Альфредо вообще ему, ну его как бы, он такой как мы. Если как-то вот был конфликт жесткий с кем-то, ну особо не трогать, не плохо, не хорошо. Просто этот человек не видит. Это Сулианов перемазывается к нему, понимаешь? И, не знаю, зовет его, что-то снимает, там прикалывается. Ну видишь, с Камильом Гаджевым, как он. Там зовет на какое-то медийное извещивание или какое-то там событие, потом говорит, вот какие у тебя плохие рейтинги. Он так хочет самоутвердиться. Ну сейчас у него тут плохие времена. У меня есть лицензия по боксу, я выступаю, хотя он много работал, чтобы меня в федерации бокса отстранили пожизненно.